На Минск-Арене минувшим вечером было многолюдно. Хоккейная «Динамо» проводила здесь очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Гостем белорусской столицы стал автомобилист из Екатеринбурга. Подробности игры в сюжете Александра Карася. В первые минуты активнее выглядели гости. В нескольких моментах только мастерство скривенса спасало минчан от неименуемого гола. Открыли счет зубры. На седьмой минуте защитник Лисовец сыграл, как заправский нападающий, поразил цель с добиванием. Гости отыгрались быстро. Спустя пару минут они реализовали выход 2 в 1. Впрочем, на первый перерыв команды все равно ушли при счете в пользу «Динамо». Большинство реализовал «Элисон», прервавший 13-матчевое голевое молчание. Начало второго периода осталось за хоккеистами автомобилистов, воспользовавшихся удалениями зубров. Гости сперва реализовали большинство 5 на 3, а спустя всего 17 секунд забросили снова при розыгрыше лишнего. «Динамоцы» вернулись в игру еще до конца периода. Сравнял счет полушай, а затем симпатичную атаку зубров завершил Грабаренко. Это его первая шайба в КХЛ. Рад забросить первую шайбу, открыть счет в этом сезоне, помочь команде в принципе выйти вперед и победить, собственно, поэтому это всегда приятно. В третьем периоде скорости упали. Минчане уже не столь удачно комбинировали у чужих ворот и к тому же неприлично часто удалялись. И все-таки выстояв при игре в неравных составах, зубры пропустили в концовке при игре 5 на 5. Ничья и овертайм. Он, по счастью, был недолгим и завершился точным броском граньяни. 5-4 победы «Динамо». Я думаю, нам надо было играть более дисциплинированно. Слишком много удалений 5 на 3. Мы могли закончить игру в основное время, тем более, что в меньшинстве в третьем периоде мы играли неплохо, но не получилось. Мы довольны двумя очками, но могли набрать и 3. Подвела дисциплина. Теперь у «Динамо» 84 очка после 50 матчей. Ближайший поединок зубры проведут дома. 26 января на Минск-арену пожалуют «Юкра».